Ямальский общероссийский народный фронт взял на контроль взаимоотношения банков и заемщиков. Новый проект народного фронта поможет заемщикам с проблемной кредитной историей расплатиться под угловым обязательством и не оказаться в лапах черных коллекторов. О ситуации на кредитном рынке и работе банков с должниками в следующем сюжете. Редкое зрелище. За одним столом фронтовики и руководители самых крупных банков окружной столицы. Доступные кредиты сделали свое черное дело. Две трети россиян начали жить в долг. И Мал не исключение. Кредитный портфель Сбербанка только в Салихарде давно перевалил за 12 миллиардов. В других банках он не столь весом, но тоже впечатляет. Деньги берут буквально в смысле слова на все. Ипотеку, путешествия, автомобили, электронику и даже мелкие бытовые покупки. Учитывая то, что в целом у нас не самая благоприятная экономическая ситуация, сейчас может создаться, по сути дела, коллапс. Поскольку население получает доходы меньше, идет сокращение, кто-то теряет работу. Что с этим делать? Слава Богу, для Ямала не так остра проблема коллекторских агентств. Но это сегодня. Что будет завтра, мы не знаем. Легкость получения кредита и финансовая безграмотность заставили подавляющее большинство заемщиков бежать по бесконечному кредитному кругу. Треть банковских клиентов берет новый кредит только для того, чтобы покрыть старый. Стоимость просроченных суд в целом по стране аналитики оценивают в 500 миллиардов рублей. Появился даже термин «закредитованный заемщик». За последний год в Салихарде просроченная задолженность выросла в два раза. Там делаем скидку, что клиенты о них при всех обязательствах забывают чаще, чем о том, кто ему должен. Примечательный факт. В среднем долги по ипотеке ямальский заемщик погашает за 7 лет. А вот потребительские кредиты активно копят. Во многих российских регионах ситуация просто аховая. Черные коллекторы усиленно выбивают долги. Есть случаи, когда их действия вынуждают должников свести счеты с жизнью. На Ямале должников немного, но они есть. А в условиях кризиса их может стать еще больше. И не потому, что люди не хотят платить, а потому, что не могут. Банкиры уверяют, у истории может быть счастливый конец, если только этого захотят сами должники. Вот здесь, как к врачу, не откладывать поход к доктору сразу и в банк. В банках нет людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы у людей были проблемы. Либо росла просрочина. В Салихардском отделении Сбербанка объем просроченных платежей составляет 2% от общего портфеля. Приблизительно такая же ситуация в банке Москвы. Известный своим консерватизмом Газпромбанк в нынешней ситуации вообще ужесточил политику выдачи кредитов физическим лицам. И очень тщательно подходит к рассмотрению заявок. На сегодняшний день мы еще более тщательно подходим к отбору заявок, которые мы реально можем предоставить. А мы и были таким махом, и остаемся, мы никогда не раздавали деньги. Банкиры заявляют, сегодня они используют все возможные способы бескровного погашения кредитов. Это реструктуризация долга, удлинение срока кредита, изменение валюты. Сбербанк даже открыл в личном кабинете клиента дополнительную услугу, по которой можно проследить, на что клиент тратит деньги. Банк Москвы также предлагает новый продукт. Самостоятельно выходит к заемщику с предложением об увеличении сроков кредитования. Однако так называемые «пришлые банки» вполне могут продать заемщика коллекторам. Они будут очень быстро, нормальный пакет документов для выдачи кредита. И отсутствие совершенной любой работы с клиентом до суда. И напоследок совет от банкиров. Если у банка нет филиала или его сотрудники работают только на выдачу кредита, это верный признак, что вас продадут черным коллекторам уже после первой просрочки платежа. В борьбе с ними даже Народный фронт может оказаться бессилен.